В эфире Вестник Городской Думы и я его ведущая Мария Селезнева. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях депутат 4 округа Сергей Чоботов. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. На дворе ноябрь, это самое время подводить итоги, тем более в городе завершилось практически благоустройство. И я знаю, что в этом году ваш округ вошел в проект «Народный бюджет». Давайте напомним жителям, зрителям о том, что это за программа и что на вашем округе было сделано, типа еще делается. Да, «Народный бюджет» это было голосование по «Народному бюджету», где жители выбирали, какие они хотят установить малоархитектурную форму в своем дворе. У меня вошел в эту программу весь округ, более 40 дворовых территорий. Малоархитектурные формы, это у нас входит туда большой объем, это лавочки, урны, детские карусели, качели, беседки, то есть все, что можно установить на детской игровой территории. 40 дворов? Да, более 40 дворов. Жители как? Довольны? Уже оценили то, что сделано? Да, жители, конечно, довольны, но на данный момент, конечно, мафы еще не были установлены, только будут устанавливаться в связи с ситуацией в стране, потому что не могли прийти малоархитектурной формы. Но успеем до конца года? Успеем до конца года, я думаю, что это примерно через 10 дней начнут установку, жители из-за этого меня не переживают, потому что сейчас есть новые технологии, проблем никаких не будет, то есть все будет хорошо. А в какую сумму это в итоге обошлось? Обойдется, точнее, это удовольствие? Это все удовольствие обойдется в 5 миллионов рублей. В общем, хороший такой полезный проект. А скажите, может быть, есть уже какие-то планы, что на следующий год он продолжится? Работа, наверное, что ли? Будем надеяться, конечно, при поддержке администрации, правительства, области. Надеемся, что будет такой же еще проект, продолжение его, и сумма будет увеличиваться. Скажите, а вот масштабный дорожный ремонт, который в этом году мы все наблюдали в городе, ваш округ затронул? Да, дорожный ремонт затронул мой округ, и я очень этому рад. У меня попал переулок улица Чайковского, Красноармейская, это финансовый колледж до улицы Пушкина, то есть эта дорога не асфальтировалась более 30 лет. Жители очень этого хотели, ждали, мы собирали подписи, подавали в администрацию, в правительство, просили, чтобы сделали благоустройство этой территории. И, наконец-то, жители это получили, и все очень довольны. Уже там завершена работа? Уже завершена полностью работа, то есть положена асфальт, тротуарная плитка, полностью все благоустройство, то есть больше ничего делаться не будет. Замечательно. Судя по вашему инстаграму, Сергей Сергеевич, вы дважды в месяц ведете прием жителей, общаетесь с ними. Активно люди идут к кому? Жители очень много хотят прийти на прием, это они пишут мне в директ, звонят на мой личный номер телефона, и также у меня в инстаграме указанный номер телефона рабочий, куда они могут позвонить, написать в любое время, и я им отвечу. Но в связи с нынешней ситуацией мы пытаемся обсудить все по телефону, если есть какие-то вопросы, что мы не решили по телефону, они пишут у меня обращение, присылают по почте, и мы уже идем дальше, в нужное направление, в которое нам надо. А только жалуются или что-то предлагают? Есть, конечно, предложения, но я их принимаю, слушаю, пытаюсь в чем-то помочь. Но тяжеловато, но со временем, конечно, я думаю, все просьбы жителей будут выполнены. А вообще, вот как бы оценили свой четвертый округ? Вы уже несколько лет на нем работаете. Сложная территория? Много проблем на ней? Территория, не скажу, потому что сильно сложная. У меня очень сложный коллектив из старших домов, которые всегда поддерживают, помогают, проводят постоянно какие-то сами субботники, приглашают меня. Вот у меня недавно было 60 лет одному дому, они во дворе делали пир, то есть пир для пироги, чай, все это было на улице 2 ноября. Я к ним приходил, все очень хорошо, все понравилось, и таких дворов очень много дружных. Конечно, есть и сложные территории, это, конечно, частный сектор, но для них мы тоже пытаемся все сделать. Сергей Сергеевич, вы помимо работы на округе еще входите в состав комитета по социальным вопросам, занимаете должность заместителя председателя комитета. Расскажите, вот в этом году над чем комитет работал, какие важные решения принял? Недавно мы, конечно, заслуживали бюджет по социальному комитету молодежи детства. Это туда входят детские сады, школы и другие прочие организации. Также открывается новый садик на 150 мест в микрорайоне. Также у нас были заслушаны вопросы по выковечению памяти наших земляков. Один из крайних вопросов был, это Мельников Николай Тимофеевич, заслуженный пилот. Его мемориальная табличка будет находиться на старом аэровокзале. Сергей Сергеевич, я предлагаю наш разговор завершить на неформальной ноте. Мы из тех же соцсетей знаем, что вы многодетный отец, а недавно на стране был учрежден новый праздник, День Отца. Вот давайте порассуждаем на тему, как вы считаете, что нужно, чтобы быть хорошим отцом? Ну, хорошим отцом может быть каждый отец. Конечно, надо любить свою жену, своих детей, помогать им во всем, поддерживать. Самое главное – супругу. Если будет счастливая супруга, то будет счастливая семья. Да, а детей я своих очень сильно люблю. Вот скоро у меня мальчики пойдут в садик в один месте уже с дочкой. Так что тема строительства садиков для вас уже актуальна. Да, это актуальна. И главное, чтобы садики были новые и подходили всем требованиям. Было очень много хороших педагогов. Тогда успехов вам в работе. Спасибо вам за откровенные ответы. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был депутат от 4 округа Благовещенской городской думы Сергей Чоботов. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин